Далее отправимся в реабилитационный центр, где помогают попавшим в педу лесным обитателям. Познакомимся с лисами, рысями, медведями и лосенком. Обычно в нашей программе мы рассказываем о фермах, домашних подворьях и зоопарках. Но сегодня мы просто не смогли обойти стороной одно необычное место – центр помощи диким животным, официально единственный в России. Иногда это место путают с зоопарком и приезжают целыми группами. Традиционных экскурсий здесь не проводят, но гостей ждут. Желательно с полными пакетами фруктов и готовностью потрудиться на благо животных. Цетр одновременно является и карантинным, и реабилитационным. Четвероногие, крылатые и другие дикие постояльцы сначала проходят через егерскую службу, затем на них составляется специальный документ – акт о временном изъятии из природы. Ведь главная задача здесь – помочь животным, попавшим в беду, вылечить их и выпустить в естественную среду обитания. Такая идея несколько лет назад пришла Александру Борисовичу Федорову, основателю центра. Я электрик по образу, инженер-электрик по образу. Я не ветеринар. Ну, я электриком никогда и не работал, скажем так. Не знаю, но мне нравятся животные, да. Человечество настолько уже агрессивно относится к диким животным, сняв их зон обитания, поэтому кто-то же должен ими заниматься. Вот мы и занимаемся. К сожалению, у нас ни одно ветеринарное училище в мире никогда никого не учили по диким животным. У нас идет сельхоз животное, домашнее животное, дикое животное. Даже определенной лекции нет ни в одном училище. Мы на собственном опыте все учимся. Сначала собирались помогать ластоногим, но о центре быстро узнали люди и стали приносить диких лесных животных. В помощи не отказывают даже самым, казалось бы, безнадежным пациентам. Некоторые все же остаются жить здесь на постоянной основе. Например, всеобщий любимец – огромный бурый медведь Потапыч. По одной из версий, он сбежал с притравочной станции, а потом забрел на стройку, где распугал рабочих. Теперь за косолапым ухаживают сразу несколько доверенных волонтеров. Потапыч общительный и очень любит внимание. Но все же подходить к его клетке можно лишь, когда зверь изолирован в специальной перегонке. Очень здорово, но все равно страшно, потому что это дикий зверь. И он, в принципе, непредсказуем. Надо следить все время, как он держит лапы за лапами, потому что у него лапы выскакивают из против до полутора метров. Чистка вольера и кормление тоже проходят при закрытой перегонке. Потапыч не просто большой медведь, но еще и очень сильный. Стоит лишь посмотреть, что он вытворяет с колесными покрышками. Расположившись на безопасном для человека расстоянии, сотрудники и волонтеры порой наблюдают, как косолапый гигант использует шину, будто эспандер или ручную гармонию. С утра мы ему даем обычный такой легкий перекус. Это где-то вот там должен лежать ящик. Ну вот он. Правда, он гнутый. Это Потапчево поднял. И в этом ящике лежат фрукты. Яблоки, груши. Иногда даем булку. Ну и всего такого. А есть что-то особенное лакомство, которое он очень любит? Это каша с мясом, при этом каша не простая, а из разных круп. Эти крупы, ну каша грешнева, там манка, что-нибудь там, геркулес добавляем. Ну все крупы, которые есть. Потапач не единственный медведь, постоянно проживающий в центре. Шесть ведер фруктов в день с ним охотно разделяют гималайские красавцы Маша и Миша. Почти неразличимые близнецы, если бы не белое пятно на носу у Маши. Животным пришлось проделать путь в 10 тысяч километров, прежде чем оказаться здесь. Будучи малышами, они жили у егеря в Уссурийске. А когда хозяин умер, оказались никому не нужны и едва не погибли от рук людей. На дорогу до своего нынешнего дома деньги собирали всем миром. Бэмби! Ну чего, спрятался в тени? Да, что ты говоришь? А что? Бэмби или Троша? Лосенок, оказавшийся в центре из-за человеческой глупости. На момент нашей съемки животному было два месяца, а попал он в центр, будучи четырехдневным малышом. Люди увидели в лесу, как взрослая лосиха устремилась вперед, переходя через ручей. Но горе-спасители не знали, что по своей природе новорожденные лосята не умеют бегать и ждут, пока мама отведет опасность в сторону. Вот и оказали медвежью услугу, разлучив семью. К счастью, малыша удалось выходить. Козье молоко, которое Троша пьет пока еще каждые четыре часа, со временем сменит веточный корм и трава. А сам лось, когда вырастет, станет черно-серым. Если все будет благополучно, в будущем животное выпустят в природу. Сначала под присмотром людей и только спустя 2-3 года самостоятельно. А пока шефство над младшим другом неожиданно взял бежа – альпака. Как-то так получилось, что все, они теперь вместе ходят, вместе спят, вместе едят. И все вместе вдвоем. Ну, замечательно, но им не скучно зато. Это сами по себе. То есть не мы это определили, что вот обязательно они будут жить вдвоем. Нет, вот все, друг с другом стали вместе рядышком. И теперь один ушел, вот второй тоже сразу поднялся и пошел следом. Беже – жарко на солнце. И раз в год сотрудники центра стригут его, как овечку. Два дня работы ручными ножницами, но альпака спокойно терпит. Его шерсть, к слову, крепче и тоньше овечьей. На специальных производствах из нее даже делают гипоаллергенные одеяла. В отличие от большинства местных обитателей, бежу и некоторых других четвероногих можно погладить. Помимо диких в центре есть и контактные животные. Например, этих мини-лошадей можно не только погладить, но и дать им лакомство. От морковки они не откажутся, даже если сыты. Кстати, этих животных раньше себе могли позволить только коронованные и приближенные ко двору особы. С ними в садах прогуливались точно как с собаками. Маленькие, чуть больше метров холки мини-хорсы в свое время использовались для работы в шахтах и заменяли тяжелый детский труд. Здесь лошадки живут в свое удовольствие, ведь почти каждый угощает их морковкой. Главное не перепутать, чтобы не оставить кого-то без внимания. У Лейлы и Мариэтты стройные ноги на фоне более коренастых Йохана и Бима. А вот как волонтер Анна Чупакова различает между собой двух маленьких енотов, Кузю и Бусю, мы так до конца и не поняли. Едят, как дети, через 3,5 часа питаются детским питанием с добавлением перепелиных яиц. Температура еды должна быть до 36,6 градусов. Да? Очень любим мамаку. Ой, что-то куда-то скажет. Любим козь и мамачку, чтобы было тепленькое. Спим мы с гренками обязательно, чтобы нам было тепло, уютно. А два-то на диамет, как на лет. Чтобы еноты стали домашними, с ними нужно играть по 6 часов в день. И ни в коем случае не разрешать кусаться, иначе они одичают и уже не смогут жить в доме. Активные и непоседливые, как все дети, Кузя и Буся, любят срывать заколки, украшения и шерстяные тапочки. А еще с удовольствием вытрут свои мокрые лапки об одежду человека. Посмотрите, как там вас смотрят, потому что вас не знают. Один из них мирожка, это вот эта ушастая сова. А вторая яся, это неясыть бородач, если посмотрите, если она поднимет голову и немножко вперед, у нее, видите, растет борода. У обеих сов непростая судьба. Крупная красавица яся получила сильный удар, возможно, о стекло. В центр ее принесли всю в крови. Увы, пока сова не понимает даже, кто она, и не берет пищу. Приходится класть в рот, только тогда проглатывает. По вечерам, впрочем, неясыть выводят на прогулку. Для этого есть специальная перчатка. А мирожка, уже привыкшая к соседке, оставшись одна, начинает плакать. И это при том, что в природе более крупная яся давно бы съела маленькую ушастую сову. В рогу выдран клок. Клок крыла выдран. Не знаю, вырастет, не вырастет обратно. Но она не выпускная пока, по крайней мере, на данный момент. Может быть, если все будет хорошо, я проверю крылья у нее. И на следующий год на выпускной вольер ее возьму. То есть, что такое выпускной вольер? Это большая клетка, большая-пребольшая, с мягким теном круглым, где они могут летать. Это наши животные бесятся за кадром. Мне большие темы, они играют в лисы с собакой нашей. Или наша собака с лисами. Рыжая лиса по кличке Алиса приехала в центр с Сахалина. Там ее завели как домашнее животное. Но когда она выросла, начала кусаться и стала не нужна. В соседнем вольере более спокойная по темпераменту Чернобурка Рика, переселившаяся сюда из мини-зоопарка. Даже полностью слепой волк Хани, кажется, в центре чувствует себя комфортно. Пусть он ничего не видит, и задние лапы в детстве были переломаны, и до сих пор беспокоят. Но здесь ему подарили вторую жизнь. Как и трем рысям, которых выкупили малышами со зверофермы, где их выращивали на шубы. Марсик, Пуша и Хвостик – сумеречные животные. Днем предпочитают спать. Зато ближе к вечеру показывают себя во всей красе. Хоть и дикие, но с повадками кошек, рассказывают работники центра. Пока они поиграют с тушкой курицы, не погоняют ее по всему вольеру. К трапезе не приступят. Мы видели у вас здесь кур, гусей, если не ошибаюсь. Они, наверное, не только для красоты, они еще дают какой-то доход побочный, яйца, мясо. Но это не доход. Во-первых, каждому в рацион, к тому же медведю, рысью, другим животным, в рацион положены яйца. Вот они несут нас яйца. Дальше у нас, скажем так, приносят брожь бебеля. Мы принесли у нас нашего, как вы видели, маленького, малый белый бебедь, так называемый. В неволе он никогда не содержался, он был на воле. Есть тельбикорб он не умеет. Для этого у нас была, так называемая, подсадная уточка. Видите, вот они бегают. К нему посаживается та птица, которая умеет это есть. Она его потихоньку привлечает к тому же самому. То есть он смотрит, о, она кушает, она такая же. И тоже начинает есть. В центре рады не только волонтерам, но и детям. Здесь практикуются юные биологи. В один из юнацких кружков, вероятно, отправится и маленький пельчонок, выпавший из гнезда с поваленного дерева. Сейчас ему месяц, и каждые 4 часа его кормят козьим молоком. Зато ночью никаких проблем. Малыш спит, как и все дети. Когда крепнет, зверек получит под кормку сухофрукты, орешки и семечки. Если, как говорится, есть условия, почему бы и нет? Для них клетка, ну, пускай даже 3 квадратных метра им хватит на двоих. Вольерчик. Вот. А в природе он погибнет сразу, выращенный с маленьких. Переезду готовится и нильский крокодил-подкидыш Гена Гражданский. Найденный работником городской службы около мусорных баков. Сложно представить, что в природе взрослое животное достигает 7 метров в длину и 750 килограммов веса. Пока Гена живет в аквариуме, но в будущем ему понадобится террариум. Поэтому из центра придется переехать. Но работники уверяют, в подобных случаях они всегда следят за дальнейшей судьбой своих подопечных, которые даже за короткое время становятся им совсем родными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова